МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполнительный директор телекомпании «Эфир-24», человек, от которого зависит моя заработная оплата, Алексей Усанов. Здравствуйте. Здравствуйте. А также человек, от которого зависит, видимо, чистота моего появления на телекомпании «Эфир» руководитель рекламной компании Фарид Хабибуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо вам, что согласились, приняли участие в программе, потому как, в первую очередь, недавно прошел профессиональный праздник, день рекламщика, и вот с какими результатами мы подошли к этому празднику, в каком настроении мы подошли. Но прежде чем мы начнем беседу, я предлагаю напомнить нашим телезрителям телефон прямого эфира 5 11 99 66, еще один номер телефона 8 800 532 55. Поэтому добро пожаловать по всем вопросам, поздравлениям, предложениям, все, что касается рекламы. Добро пожаловать к нам на эфир. Итак, мой, наверное, первый вопрос. По данным аналитиков, рекламный рынок в России сократился на 22%. Вот такое падение считается уже достижением какого-то дна, насколько это все сказывается на наших средствах массовой информации. Насколько это трепетно восприняли вы в свой профессиональный праздник? Ну, вопрос действительно серьезный. Наверное, надо начать с того, что кризис, который имеет место быть в настоящий момент, он, безусловно, сказывается на самых разных отраслях. И, соответственно, вопрос экономики, вопрос маркетинга и вопрос рекламы, он тоже так или иначе завязан на этот кризис. Дно или не дно, вопрос, наверное, в другом. То есть, в принципе, это достаточно большая цифра, с одной стороны. С другой стороны, всегда нужно разобраться в природе вопроса или в сути этих цифр. То есть, что они говорят нам, о чем они свидетельствуют. И говорить дно или не дно, наверное, большого смысла нет. То есть, это из серии прогнозов, которые, как всегда, неблагодарны. Но вопрос, наверное, стоит в том, стоит ли рекламировать товары и услуги. На этот вопрос я бы ответил однозначно, что стоит. Потому что других вариантов, собственно говоря, у большинства бизнесов просто нет. Ну, вот, кстати, один из таких, всегда меня интересовало, вопросов, а что первично все-таки, сам продукт или все-таки реклама этого продукта? Потому что зачастую все жалуются о том, что, ой, какое количество большой рекламы, уберите рекламу, уберите рекламу. Уберешь рекламу, собственно говоря, и товары исчезают как-то с прилавков автоматических. То есть, взаимосвязанное. Я попробую немножко добавить, вот, Алексей Евгеньевичем, может быть, поспорим даже. Я не знаю, вот эти 22%, это, видимо, имеется в виду деньги. А не количество клиентов, видимо, да? Да, безусловно. То есть, по количеству клиентов, я бы не сказал, что идет спад на рынке. Наверное, количество клиентов, тех, кто дает рекламу, остается таким же. Сумма, да. То есть, ценник, скажем так, если можешь вырыться, он немножко упал. А количество юридических лиц, физических лиц, кто распространяет рекламу, я не думаю, что уменьшилось. И, возможно, даже увеличилось. Вы желающие пронекламируете? Возможно, даже увеличилось, потому что, я думаю, что в этот период кризиса, если так можно назвать, наоборот, наверное, для тех, кто пытался вылезти на рынок, и кому было это тяжело, сейчас самая хорошая возможность. То есть, тут примеров много, очень много можно привести. Ну, условно говоря, какие-то были хорошие, условно говоря, итальянские двери. Мы знаем, какая цена сейчас на евро, на доллар. Понятно, что эти двери, ценник на них поднялся. В то же время, кто-то выпускал частник, свои хорошие, нормальные двери за рубли. И вот ему как раз сейчас время подняться на этом рынке. В самое время прийти в рекламную службу, какого-либо средства информации и подать свою рекламу. Конечно. Я соглашусь с тем, что кризис – это время для кого-то сокращать расходы, а для кого-то время и возможность выстрелить. Выстрелить в том числе и в части собственного продвижения, продвижения товаров и услуг. И поэтому я абсолютно согласен с примером, что для очень большой части бизнесов это очень хороший шанс заявить о себе и действительно выскочить на рынок и очень громко и серьезно заявить о себе. Ну, то есть, фактически нас не пугают эти цифры, падение, даже слова эти, падение 22% и так далее. То есть, фактически, может быть, в денежном эквиваленте, может быть, и есть какое-то снижение, зато в клиентской базе, а ведь кризис вечно не будет продолжаться, то мы, наоборот, растем и увеличимся. Про телевидение могу сказать. Действительно, у нас нет такого серьезного сокращения клиентов, потому что обращаются, обращаются многое. Понятно, что в ряде случаев там бюджеты, надо честно сказать, они становятся более низкими, потому что, действительно, некоторые компании оптимизируют свои бюджеты. Но вот ровно, как уже сказали только что, зато другие, наоборот, вкладываются в рекламу. И если у них при этом бизнес, то, что называется, развивается, значит, это правильный ход. А вот хотел уточняющий вопрос. Телекомпания любая, ее основной деятельностью является все-таки, точнее, не деятельностью, а основной двигатель. Рекламная является? Рекламный сигнал? Основной доход, может быть, тогда. Да, вот как-то доход, наверное, я плохо разбираюсь. Но все-таки надо сказать, что цель любой телекомпании или телеканала – это создание массовой аудитории. Для того, чтобы создать массовую аудиторию, телеканалы и телекомпания должны производить действительно интересные программы, интересный продукт. И если он будет интересен аудитории, то аудитория будет наращиваться. А вот уже большая аудитория, она интересна рекламодателям. И, собственно говоря, любой телеканал, он предоставляет рекламодателю доступ к этой широкой аудитории. А, то есть сначала все-таки идет качественный продукт, а потом уже под это и реклама, и всевозможные продажи. Но вот в подтверждение ваших слов я бы хотел всех наших телезрителей немного порадовать хорошей новостью. Дело в том, что в Казанской ратуше состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Региональной финансовой журналистики, рублевая зона называется, награждение победителей и призеров прошло по семи. Главным номинациям это лучший региональный телеканал или интернет-телевидение, лучшая региональная радиостанция, лучшая региональная финансовая СМИ и другое. Имена победителей были определены путем голосования экспертного совета и жюри, в числе которых, собственно говоря, находится и наш телеканал. Я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Внимание, Виктор. Представители стрессу массовой информации из разных регионов России собрались с Казанской ратуши для официального награждения по итогам конкурса «Рублевая зона». Как отметила руководитель проекта Анна Шаклиева, целью проекта стало стимулирование журналистов в повышении уровня специализированных знаний и определение лучших региональных журналистов и редакций, занимающихся освещением финансовой тематики. Это некий стимул для журналистов принимать участие в этом конкурсе, потому что мы предоставляем без пафоса уникальную возможность послушать лидеров финансового рынка. Это Московская биржа, это газета «Коммерсант», это «Яндекс.Новости», это агентство «Прайм», это агентство «ТАСС». Это действительно лидеры, это гуру журналистики. И мы журналистам предоставляем, ну это как такой некий бонус. Проект «Рублевая зона» существует всего один год, но уже есть первые результаты. Весной в городе Сочи подвели итоги конкурса среди журналистов, освещающих финансовую сферу. А в Казани награждали уже лучшие региональные СМИ. Журналисты должны информационную поддержку всем этим направлениям развития оказывать. Вот мы в силу своей компетентности это делаем, ну и надеемся на то, что наша работа будет оценена вот на таком высоком уровне. И считаю, что это очень важно. Во-первых, узнать информацию из первых уст. Во-вторых, общение с коллегами – это бесценно. Опять-таки, посмотреть, что делают коллеги и убедиться, что Ульяновск оказывается не хуже. Лучшим региональным СМИ стал «Эфир-24», а всех победителей наградили памятными подарками и стеклянными статуэтками в виде рубля. Я думаю, задачи, которые стоят перед самыми разными городами и регионами нашей страны, они примерно одинаковые. В каждом регионе зрители хотят знать и получать свежую информацию. Ровно то, что мы делаем здесь в Сатарстане, наши коллеги и партнеры, друзья, все, кто работает в телевидении, так или иначе, видят точно такие же решения и освещают те же проблемы, которые действительно волнуют население. Андрей Трофимов, Дмитрий Аверкеев, Роман Фенин, «Эфир-24». Во-первых, поздравляю. Спасибо. Во-вторых, хочу спросить, на ваш взгляд, так как премия существует, я так понимаю, первый год всего, это, скажем так, взгляд в будущее, такой вектор направления развития, чтобы мы стремились к чему-либо, чтобы мы развивались? Или же это подведение итога настоящего, то есть, скажем так, признание того, что уже создано? Я думаю, что и то, и другое, и вместе с тем хочется при этом же отметить, что грамоты, награды не самоцель работы, конечно же, журналистов. Даже вот в сюжете было сказано, что все-таки основная цель – это удовлетворение интересов аудитории. Вот пример этого проекта – это достаточно нишевая тема, связанная с экономикой, с финансами, действительно сложная тема с точки зрения журналистской работы. Но это та тема, которая востребована в аудитории. И если мы создаем программы, которые будут действительно интересны зрителям, то так или иначе, я даже не говорю о том, что вперед, не вперед – это шаг. Это, безусловно, нормальная совершенно ситуация для любого средства массовой информации, который занимается созданием интересного материала для аудитории. То и эта аудитория будет востребована со стороны рекламодателей. То есть и рекламодатель к этим СМИ будет уделять и вниманием, и, разумеется, размещать свою рекламу в этих средствах массовой информации. А вот теперь более подробнее о наших рекламодателях. Насколько, на Ваш взгляд, сегодня наш рекламодатель грамотен? Насколько он знает, во-первых, свои права, обязанности, возможности, в частности, рекламных компаний, рекламных агентств и вообще, в принципе, силу рекламы? Насколько он ее знает? Ну, я думаю, что 90% тех, кто рекламируется, к сожалению, не тех, кто рекламируется, а 90% предприятий, организаций, находящихся на рынке и пытающихся куда-то залезть дать рекламу, я думаю, дают ее неправильно. Мое мнение такое. Потому что нужно понимать, я это на своем опыте знаю, на личном в том числе, условно говоря, я считаю, что вот этот канал, вот такой-то канал, я всегда смотрю. И, видимо, у меня в голове созревает мнение, что раз нравится мне, то нравится всем. Это абсолютно не так. То, что касается телевидения, допустим, ну, есть же рейтинги, конкретные рейтинги. То есть, людям известно, что в 19 часов в городе Казани кто смотрел какое телевидение. Или мы знаем тиражи газет, где рекламу размещать. Или мы знаем аудиторию кто. То есть, может получиться так, что приходит какой-то менеджер и говорит, разместите у нас рекламу. Ну, руководитель, который досконально пока рынка не знает, у которого нет своего отдела маркетинга, кто исследует рынок, или его уговорили, или нет. Он говорит, давайте. А потом говорит, слушайте, я вам деньги заплатил, а дачи никакой нет. Ничего не работает. Ну, тогда нужно понять. Первый вопрос должен возникнуть. Что он продает? Ну, условно говоря, не знаю. Колотылки-молотылки. Колотылки-молотылки. Тогда второй вопрос возникает. У кого есть потребность в этом предмете? Значит, тогда нужно ту нишу найти, или газет, или, я не знаю, рекламу на транспорте, или телевидение, где эта аудитория находится. То есть, вот такие вещи нужно анализировать. Для этого есть специалисты, в том числе у нас в Казани есть. Я думаю, вот в этом большая ошибка стоит тех, кто пытается дать рекламу, а потом каким-то образом становится недовольным. Или лишнего деньги платят, когда нет смысла из пушки по воробьям стрелить. Нужно конкретно знать аудиторию. Если это, допустим, женские товары, это нужно в таких-то программах, в таких-то изданиях, в таких-то газетах, конкретно. Вот где ошибка. Есть действительно субъективные, есть объективные критерии оценки и эффективности рекламы в том числе. И вот о чем Фарид Нинус, допустим, сейчас говорит. Можно, с одной стороны, ориентироваться на свое личное мнение, но понятно, что оно вряд ли будет иметь отношение к маркетингу, к рынку. Есть, например, критерии, в том числе количественные критерии, допустим, стоимость контакта. И вообще, насколько адекватный выбор того или иного. Мне кажется, вам надо объяснить, что такое стоимость контакта. Стоимость контакта – это когда мы действительно говорим о том, что рекламное сообщение дошло до своего конечного потребителя. И стоимость вот этой коммуникации, то есть, будь то размещение, допустим, ролика на радио или на телевидении, будь то какая-то публикация в СМИ. У каждого из этих средств массовой информации есть определенная аудитория. Вот если, соответственно, разделить стоимость на количество зрителей или читателей, мы получим, собственно говоря, ту самую стоимость. Это всего лишь один из критериев, по которому где-то как-то уже можно объективно оценивать эффективность той или иной коммуникации. Ну, про субъективные факторы еще хотелось бы чуть больше услышать. Я не знаю, правильно ли я понял о том, что иногда смотришь и рекламные ролики, думаешь, господи, прости, ведь это какой-то главный директор сказал, да, интересно. Вот именно такой ролик я и хотел в этой жизни. Но прежде чем это обсуждать, я предлагаю ответить на вопросы наших телезрителей. Напоминаю, телефон прямого эфира 511-99-66. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вас беспокоит Ларея Александрович. Гражданин Татарстана, наше третье-летнее града Казань, столица третьей. Вот я смотрю, от Саши сидит справа человек, и он уже предосхотел мой вопрос и сказал, что действительно реклама должна быть умеренной. Спасибо вам за это, за ваше понимание. Это первое. То, что должен быть умеренной, ненавязчивой, значит, и действительно доходчивой. И в то же время вся реклама есть в продвижении услуг товара. Понимаете, мы находим по рекламе то, что нам надо. И, кстати, я хочу сказать, что где-то 95% рекламы и вот то, что есть товар, они совпадают. Вот хорошо было бы, чтобы если было, это еще и 100% совпадало. И спасибо вам за вашу службу. Кстати, с праздником вас. Всех благ вам, здоровья. И продвижения, и в вашей рекламе тоже. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Спасибо. Я боюсь, что часть наших рекламодателей не согласится с этим пожеланием, что реклама должна быть ненавязчивой. Для целого ряда сегментов товаров, услуг действительно используют, как правило, очень даже навязчивую рекламу. Агрессивную. Агрессивную, в том числе и рекламу. Покупайте, покупайте. Это, опять же, один из показателей, один из факторов, точнее, планирования рекламной кампании. Для кого-то, может быть, это будет и приемлемо, менее навязчивая форма рекламы. Для каких-то товаров, услуг это совершенно будет неприемлемая вещь. Соответственно, они используют достаточно агрессивные формы. Трудно их в этом упрекнуть, рекламодатели, я имею в виду, в первую очередь. Потому что они именно так видят свои возможности по продвижению своих товаров. Это и есть, отчасти, субъективный фактор. Потому что они считают, что нужно обязательно, чтобы кричали, мы лучше, мы лучше, мы лучше, и все остальные плохо. Субъективный фактор – это мнение как раз нашего уважаемого телезрителя, когда он говорит, давайте сделаем рекламу меньше. К сожалению, далеко не каждый СМИ может себе позволить уменьшить количество рекламы. Потому что это те самые средства, на которые, собственно говоря, вот тот самый интересный контент, о котором я сегодня уже сказал, эти СМИ и производят. То есть это действительно и зарплата журналистов, которые работают, и в том числе расходы, связанные с техническим обслуживанием. Моя зарплата, да? В том числе, да. И поэтому, если действительно зрители хотят видеть интересное какое-то содержание, допустим, на телевидении, то телевидение, которое в одним из источников или ключевых источников являются как раз-таки рекламные поступления, других вариантов, к сожалению, нет, кроме как размещать эту рекламу в эфире телеканала. Но вот многие еще говорят о том, что реклама должна быть очень креативной само по себе. То есть она должна быть стильной. И тогда вроде как она не режет глаз, вроде как отсутствует безвкусица. И очень даже, в принципе, неплохо было бы и посмотреть такие ролики. Целые фестивали проходят. На ваш взгляд, реклама действительно должна быть вся креативной? Насчет креативности я согласен. Но я бы хотел к Алексею Игоревичу еще пару слов добавить. Сейчас можно понять так, что, условно говоря, час будет крутиться рекламу. То есть все равно же ограничения по количеству времени в том же телевидении есть. Есть действующие требования закона, с которым, соответственно, мы соответствуем. То есть сколько-то минут в часе, не более стольки-то минут в часе, можно рекламу, а остальное ограничение есть. Это одно. Второе. Вы пытались сказать слово «самый». Что я самый. Опять же, законодательно есть, что слово «самый» в рекламе запрещено. Да. Ну, конечно. То есть есть четкий закон, где четко оговорено, что можно в текстах или в устных текстах, или писать, что нельзя. Мы, допустим, в своей работе, когда мы видим, что идет рекламный продукт такой, который явно на обман покупателя, мы просто его не публикуем. Мы его не печатаем. Есть действительно формальные требования, предъявленные к рекламе. То есть нужно защищать население в любом случае. Это прописано действительно требования в законе. Реклама должна быть достоверной. Соответственно, если выявляют такой факт, то ответственность несут уже не только в данном случае рекламодатели, но в том числе и СМИ. Поэтому, допустим, у нас на телеканале есть целая юридическая служба, которая так или иначе за этими вопросами очень тщательно следит и контролирует фактически то, что мы размещаем в эфире. Мы уже по многим общим вопросам прошлись. Хотелось бы немножечко как-то прийти к нашему региону непосредственно. Я хочу обратить ваше внимание на небольшое социологическое исследование группы ВКонтакте, медиаканал, эфир 24. Для наших телезрителей, читателей мы сформулировали вопрос, считаете ли вы российскую рекламу креативной. И вот 63% считает, что в основном нет, но бывают исключения. 4% говорит да, и 31% считает, что нет. Как у нас в регионе, на ваш взгляд, креативную у нас рекламу? Мне, во-первых, очень нравятся эти цифры, потому что вопрос, который вы задали чуть раньше, и на который все-таки надо дать ответ. Да, да, да. Про креативную рекламу должна ли быть креативная реклама? Я бы ответил так, что реклама в первую очередь должна соответствовать маркетинговым задачам. И понятие креатива, оно действительно достаточно субъективное. То, что 4%, практически 5% кажется некреативным, вполне возможно, что как раз-таки тому самому рекламодателю, который размещает эту рекламу, эта реклама кажется очень креативной. И тут уже возникает вопрос, какую задачу при этом решал рекламодатель. Если реклама действительно решает эти задачи, то не столь важно, насколько она креативна или нет, гораздо важнее, что действительно она дошла до потребителя, и что действительно потребитель сделал то действие, которое от него ожидали, когда планировали эту рекламную кампанию. Допустим, позвонил, пришел в магазин. То есть это уже вопрос маркетинга. Это вопрос действительно более комплексный, а не просто отдельно взятого, интересного или яркого креативного ролика, допустим, или статьи и публикации в газете. Говоря о других регионах, на мой взгляд, все-таки Казань далеко, ну или Татарстан далеко не последний регион в части креатива. Я считаю, что у нас очень даже есть неплохие действительно примеры местной, региональной рекламы. У меня у самого достаточно богатый опыт работы в рекламе, и могу сказать, что да, и фестивали, которые проводились в Казани, и казанские участники рынка, которые участвовали в самых разных фестивалях, в том числе и в Москве, и в федеральных конкурсах принимали участие. Есть работы, которые действительно выделяются на фоне всех федеральных, региональных проектов, допустим, рекламных проектов. Спасибо. Я вот хотел какую-то такую практическую пользу извлечь из нашей программы для наших зрителей. Хотел бы поговорить, есть, существуют традиционные виды рекламы, и существуют еще понятия нетрадиционных видов рекламы. Вот хотелось бы понять, когда, если есть у тебя какой-то малый бизнес, куда тебе в первую очередь обратиться, к примеру. То есть, что мы можем отнести к традиционным? Это телевидение, это радио? Я думаю, к традиционным надо относить все, что больше двух лет на рынке, условно говоря. А, вот как? То есть, возрастом измерять? Ну, наверное, потому что недрадиционное то, что, условно говоря, появилось позавчера. Вот это недрадиционное, наверное. А что такое традиция? В принципе, когда уже начинает повторяться, это уже все. Просто это тоже правильно для всех наших телезрителей. То есть, получается, не только нужно рынок измерить, я имею в виду, понять, кто твой покупатель, что ты продаешь. А в том, если и когда ты обращаешься, чтобы твоя реклама была эффективной, нужно тоже включать фактор о том, сколько времени находится компания на рынке. Я правильно понимаю? Не столько, сколько компаний, а какие виды новые появились. Скажем, ну, условно говоря, сейчас в метро появился новый вид, это изображение на проекторах на путевой стене. Очень интересный вид рекламы. Там и звук есть, и экран большой получается 2х3. Но это вот что-то новенькое есть. Нравится, допустим, бывает реклама, понимаете, не теле, не радио, не интернет, а реклама в выполнении работы. Недавно видел в одном из магазинов, то есть, условно говоря, рекламируют такие-то машинки, и прямо натурально, как она работает. То есть, здесь, прямо на месте покупатель может подойти, посмотреть и сам попробовать. Много видов. А продажа товаров, в этом и нужно понять, что ты хочешь. Потому что бывают у нас рекламодатели такие, которому нравится руководителю, чтобы его портрет, допустим, в ролике был или в газете. Ну, нравится, нравится. То есть, каждый по-своему к этому виду подходит. Вот что я хочу сказать. Но нужно, мне кажется, подходить все-таки с более-менее научной точки зрения. Количество клиентов, цена контакта, отдача какая у тебя будет. Вот должны быть принципы. Я соглашусь, потому что понятие традиционное, действительно, еще более субъективное. Сегодня она традиционная, завтра она уже нетрадиционная. Понятно, что, с одной стороны, на рынке появляются постоянно какие-то новые виды и формы рекламы. Это рынок, он развивается, причем это рынок один из самых креативных и творческих. То есть, так же, как мобильные телефоны меняют друг друга модели. Конечно, 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 не успеваешь. Но, действительно, когда человек выбирает для себя, что, собственно говоря, подходит для продвижения его услуг или товаров, которые он предлагает, он должен опираться на какие-то базовые параметры. А именно, сколько человек он сможет охватить с помощью того или иного канала коммуникации. Насколько то рекламное сообщение будет адекватно для этого носителя. То есть, удобно ли будет ему разместить действительно ролик на радио, достаточно ли этого будет. Достаточно ли будет воображения у того клиента, которого он хочет привлечь к себе с помощью этого ролика, чтобы представить все те прелести, которые, допустим, товары или услуги, которые он рекламирует. Или же ему все-таки нужен телевизионный ролик, где он не только сможет рассказать, но и показать что-то. Ну или, пример, действительно, видеореклама, новый вид, который недавно появился, в том числе, в метро. Да, действительно, интересный оригинальный ход. Он действительно привлекает внимание людей. Дальше нужно просто соотнести, насколько он выгоден по сравнению с какими-то другими альтернативными вариантами. И вполне возможно, что, действительно, этот нетрадиционный вид рекламы, он окажется очень даже выгодным и интересным. Я предлагаю вернуться все-таки к теме праздника, в первую очередь, еще раз поздравить с профессиональным праздником. И, наверное, будет правильно, очень креативно к этому отнестись и вспомнить хотя бы какой-нибудь случай, наиболее курьезный, который связан с рекламой. Ну, пока вы вспоминаете, я просто предлагаю, лично у меня был опыт, когда одна из страховых компаний выпускала рекламу «Мы поможем вам в чем угодно». Так вот, к ним поступил звонок, а обычно запись происходит, таких звонков, для того, чтобы улучшить работу с клиентурой. Так вот, женщина позвонила и сказала «Страховая компания?» Она говорит «Да». Она говорит «Пожалуйста, застрахуйте меня». Они говорят «От чего?» Она говорит «От меня муж ушел». А они говорят «А как мы чем можем помочь?» Ну, сделайте так, чтобы такого больше не повторялось. С одной стороны, может быть, это достаточно было рекламы, потому что мы поможем вам в чем угодно по любым вопросам. Но это очень курьезный был случай. И самое забавное, что страховая компания в итоге нашла эту женщину и застраховала полным пакетом на все возможные услуги, которые у нее только имеются. Ну, это скорее нужно отдать должное менеджерам, которые работали с этим клиентом. Потому что, с точки зрения рекламного сообщения, я бы сказал, что это, к сожалению, провальные сообщения. Провальные. Обращаются совершенно не по тем вопросам, о которых хотели бы донести в своей рекламе. Я думаю, это не самый яркий пример эффективной рекламы, но зато яркий пример эффективности работы менеджера. К сожалению, сообщают мне, что не успел я вас попытать на курьезные случаи, а то время подходит к своему логичному завершению. Нужно продолжать эфир. Большое вам спасибо еще раз с праздником. Спасибо. Поздравляю вас. Желаю успехов, в первую очередь, на поприще рекламного бизнеса, как такового, телекомпании. Мне остается лишь добавить нашим телезрителям, напомнить точнее о том, что реклама все-таки двигатель торговли, прогресса, да и просто иногда бывает видом даже искусства. Это была программа «Главные новости». В студии был Александр Фельдман. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...